Каракульский район Бухарской области стал очередным местом встречи трех покорений. В числе приглашенных гостей был чрезвычайный полномочный посол Туркменистана в Республике Узбекистан. Теплый диалог прошел в духе межнационального праздника. Репортаж с места события подготовил Мурат Садыков. Вот так торжественно встречает своих гостей многонациональный Каракуль. Сегодня на встречу трех поколений прибыл чрезвычайный полномочный посол Туркменистана в нашей стране Язгулы Мамедов. Присутствие туркменских мотивов в этих краях явление обычное, поскольку Каракульский район граничит с Лебабской областью сопредельного Туркменистана. Ознакомившись с экспозицией народного творчества, зарубежный дипломат побеседовал с туркменскими студентами, которые обучаются в вузах Бухары. Встреча трех поколений. Мы здесь видели героев и также кто получал ордена, медали. Вот с ними встреча организована для молодежи. Это большой воспитательный характер имеет и действительно это радостное событие. Я обрадовался, узнав, что наши туркменские студенты здесь обучаются, учатся очень хорошо, на отличие даже больше мне рассказывали. И вот этот знак внимания со стороны правительства, это большое уважение к нам, к туркменскому народу. Это и означает, показывает растущие наши братские отношения. Диалог был очень живой и насыщенный, говорят и сами студенты. Туркменская молодежь рассказала о созданных комфортных условиях и модернизированной учебной программе. В качестве справки, сегодня в вузах Бухары обучаются 715 иностранных студентов. Из них 556 граждане Туркменистана. За 4 года учебы в институте я освоила узбекский язык и теперь говорю на нем свободно. Очень рада тем условиям, которые для нас создало руководство Узбекистана. Сегодня мы встречались с нашим послом Язгулым Амедовым. Он очень обрадовался, увидев то, как мы успешно учимся и развиваемся. Мы встречались с нашим послом Язгулым Амедовым. Каракульский район Каракульский район славится своей многонациональностью. Здесь в мире и согласии проживают узбеки, туркмены, казахи, русские, татары. А потому День Дружбы Народов, который теперь празднуется в нашей стране 30 июля, приобрел особый смысл. Как видите, у людей прекрасное настроение. Сегодня в Каракуле проходит встреча трех поколений, которая наглядно показывает сплоченность наших людей. Участие в этом мероприятии туркменского посла Язгулы Амедова придало особый смысл этой встречи, поскольку Каракуль – район многонациональный. Мы видим, что узбекско-туркменские дружеские связи сегодня находятся на самом высоком уровне. Герои Узбекистана, кавалеры орденов и обладатели других государственных наград и званий выступили перед собравшейся аудиторией. В ходе диалога говорилось о колоссальных изменениях, произошедших в Бухаре в течение последних пяти лет. Модернизированы все отрасли – от сельского хозяйства до сферы образования, отметили выступавшие. В течение последних нескольких лет руководство страны приняло множество указов и постановлений, направленных на развитие сельского хозяйства. Благодаря таким правильным решениям отечественный аграрный сектор стремительно развивается, внедряются самые передовые инновационные технологии. К примеру, организация кластеров, создание интенсивных садов. По такому принципу сегодня работают развитые страны мира. Что касается встречи трех поколений, то она проходит в духе большого праздника. Это очень важное мероприятие. Мы будем всячески поддерживать нашу молодежь и направлять ее в правильное русло. Мы сегодня очень душевно беседовали. Будущее в руках наших молодых людей, и у этих ребят очень большой потенциал. Новый Узбекистан мы строим вместе с нашей молодежью. Каракульский район – это самая окраина Бухарской области. Около двух лет назад на данной территории была проведена большая благоустроительная работа. Построены новые дороги, многоэтажные дома, объекты культуры и спорта. И трудно поверить в то, что всего пять лет назад Каракуль был одним из самых малоразвитых районов Бухарской области. В Каракуле проходит встреча трех поколений. Я должен сказать, этот район и районный центр за последние пять лет настолько благоустроены, что оценивать их слов я не нахожу. Новые здания, новые социальные объекты, дороги, очень много кислаков благоустроены. Конечно, все это придает огромную радость жителям этого района. Встреча трех поколений переросла в большой праздник. Музыкальные композиции прозвучали на разный лад. Зажигательными танцами молодежь задала тон веселью, который поддержали и представители старшего поколения. Вот такие мероприятия нам устроят, и мы приедем туда. Настроение хорошо было. Хорошее настроение? Да, очень даже. Узбекистан – республика с мастерами, украинцами, 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 украинцами. Волнительный момент – церемония вручения нагрудных знаков в честь 30-летия независимости Узбекистана. В числе награжденных и самые активные туркменские студенты, показывающие превосходные результаты в учебе, являющиеся обладателями президентских стипендий. Многие из этих ребят – активисты экологических, просветительских, молодежных движений. Тем самым вносят свою лепту в укрепление межнациональной дружбы среди молодежи. Кстати, награду они получили из рук легендарных женщин, героев Узбекистана, что, по признанию самих девушек, запомнится на всю жизнь. Для меня это было очень неожиданное событие. Будучи студенткой, меня наградили медалью. Это большая честь и радость. Я в восторге от сегодняшнего мероприятия. Продолжение следует...